Всем привет, с вами Дмитрий Калинин. Три года назад я делал обзор медиаприставки Cartina Quattro, которую я, кстати, пользуюсь до сих пор. Но время не стоит на месте, и недавно была представлена новая приставка Cartina X. Я просто не смог пройти мимо, потому что, во-первых, она работает на базе знаменитых медиаприставок Dune HD, а во-вторых, здесь установлена операционная система Android. Что из этого получилось, и стоит ли менять свою Cartina Quattro на Cartina X, узнаем прямо сейчас. Новая медиаприставка Cartina X продается в белой картонной коробке, спереди название, X предполагает что-то современное, логотип Cartina TV, сзади подтверждение того, что девайс сделан на базе Dune HD. Эта легендарная компания работает на рынке уже более 10 лет. Теперь эта медиаприставка поддерживает разрешение 4K, но осталось самую мелочь купить 4K телевизор тысяч за сто. Есть HDR, поддерживается высокоэффективное кодирование видеоизображений и работает все это на Android. Давайте посмотрим комплектацию. Итак, сразу идет краткое руководство, сама медиаприставка Cartina X. Ну, вернемся к ней чуть позже. Вот так она выглядит. Дальше в комплекте идет антенка Wi-Fi, блок питания 5 Вольт 2 Ампера, кабель HDMI, отлично, что он идет в комплекте, батарейки и, видимо, вот это пульт управления. Да, корпус полностью выполнен из металла, такая приятная текстура, красивая фаска. Снизу резиновые ножки для того, чтобы не скользить по поверхности. Чувствуется такая приятная тяжесть. Сзади вход Wi-Fi антенны, аудио-видео выход, подключение интернет-кабеля, разъем HDMI и подключение питания. Сбоку два разъема USB 2.0 и слот для карточек памяти microSD. Сделано все очень красиво и аккуратно. Чувствуется такая добротная вещь. Единственное, к чему можно придраться, это слот microSD. Он немножко смещен вниз и карточку нужно вставлять очень аккуратно. Ну что, друзья, пойдем подключать. Подключение довольно простое. Сначала нужно прикрутить антенну Wi-Fi, потом подключить кабель HDMI в соответствующий порт, ну и, конечно же, подключить блок питания. Устанавливаем все по месту и включаем телевизор. Первичная инициализация довольно простая. Укажите стандарт TV и видеоразрешение вашего телевизора. Сразу хочу сказать, если вы подключаете через аудиоресивер, как у меня, то могут быть проблемы, если вы выберете более высокое разрешение, чем поддерживает ваш телевизор. Далее вводим пароль от вашего Wi-Fi. Хочу отметить, что приставка поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц. И если у вас хороший сигнал, то, конечно же, выбирайте 5 ГГц. Приставка сама ищет обновление. Обязательно установите последнюю версию прошивки. В ней исправлено, ну, множество просто багов. Во время обновления приставка будет перемигиваться красным и синим цветом. Далее вводим пароль и логин от сервиса Картина ТВ и идет подключение к видеосервису. И осталось только выбрать качество видеоизображения. Приставка поддерживает адаптивный протокол передачи данных Dash, который автоматически подстраивает качество изображения под ваше интернет-соединение. При этом вещание не прерывается. Еще одним из важных преимуществ Dash возможность смотреть прямой эфир с паузой и перемоткой. Это круто, знаете, если вы пропустили какой-то момент, то вы можете просто перемотать на него. Далее выбираем сервер вещания. У меня лучше всего работает Северная Европа. И мы попадаем в стандартное дюновское меню. Картина ТВ здесь выделена в отдельное приложение. Фильмы можно посмотреть с внешних источников, например, с флешки или жесткого диска. Однако огромный минус в том, что если у вас закончилась подписка на сервис Картина ТВ, вы не сможете войти во внешние источники. В разделе «Последние» отмечаются все последние фильмы, которые вы смотрели. В своей коллекции можно собрать ваши любимые фильмы и передачи. В приложениях можно установить дополнительные приложения. Однако, несмотря на то, что здесь установлен Android, Google Play Маркета здесь, к сожалению, нет. Устанавливать придется через флешку вручную. Это не совсем удобно. Ну и настройки. Здесь вы можете изменить видеоразрешение, параметры подключения к сети, параметры абонента Картина ТВ. В дополнительных настройках, например, вы можете поменять тему, а также проверить, появились ли новые прошивки. Ну что ж, посмотрим, какие возможности предоставляет сервис Картина ТВ и чего нового появилось за эти годы. Как и раньше, Картина ТВ – это онлайн-телевидение в любой точке мира, поэтому сервис пользуется большой популярностью в Германии, Великобритании, Израиле и других странах, где много выходцев из России, так как в своих странах российское телевидение ограничено лишь несколькими каналами. Также Картина ТВ заинтересует гостей из стран ближнего зарубежья – Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Узбекистана, ну и так далее, которые находятся на территории Российской Федерации и хотели бы посмотреть свои национальные каналы на родном языке. Пользование сервисом Картина ТВ платное и по российским меркам неоправданно дорого. Если вы пользуетесь цифровым телевидением МТС или Ростелеком, то Картина ТВ не для вас, но по меркам целевых стран 190 евро в год не так уж и много. За эти деньги вы получаете доступ к более чем 150 каналам России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, а также два онлайн кинотеатра и собственную видеотеку, ну и, конечно же, множество радиостанций. Также вы можете бесплатно загрузить YouTube и Netflix и пользоваться их сервисами. Все каналы отсортированы тематически, долго искать не придется. Есть здесь и спортивные каналы, и музыкальные, и развлекательные, и детские, и даже эротические. С хорошим интернет-подключением качество картинки отличное, но на Dash иногда бывают микрофризы. Но если выбрать другой стандарт вещания, то все окей. Однако я не советую этого делать, так как именно Dash дает возможность пользоваться интересными функциями. Во-первых, есть двухнедельный архив по каждой телепередаче. И вы можете посмотреть свою пропущенную передачу в удобное для вас время. Обозначается вот таким вот красным значком R. Во-вторых, появилась телетека. Это архив передач без рекламы. Например, очень интересно посмотреть фильмы или какие-то там спортивные соревнования, не прерываясь на прокладки и чипсы. Такие передачи помечены синим значком T, и они сохраняются в виде архива. Ну и в-третьих, любую передачу можно поставить на паузу и перемотать назад. Этого очень часто не хватает на обычном телевидении. Но и это еще не все. Вы можете воспользоваться сервисом «Картина ТВ» со своего мобильного телефона или планшета, дома или в дороге, при помощи бесплатного приложения «Картина ТВ» как на Android, так и на iOS. 4G интернета хватает за глаза. И что особенно классно, теперь доступны архивы и даже телетека. Раньше такого не было. Смотреть «Картина ТВ» можно и на компьютере. Для этого нужно скачать приложение «Картина ТВ Плеер», которое доступно на Windows, Mac и Linux. О видеосервисах, видеотека, Иви и Старт рассказывать особо нечего, вы их и так прекрасно знаете. Суперновинок здесь, конечно, нет, но многие фильмы этого и прошлых годов можно посмотреть в отличном качестве. Все фильмы отсортированы по категориям и есть поиск. Подведем итог. Сервис «Картина ТВ» развивается, дополняясь новыми функциями и оборудованием. За эти годы запущен стандарт вещания Dash, появилась телетека, добавили несколько новых видеосервисов и новые каналы. К сожалению, нет моего любимого National Geographic. «Картина» добавьте, пожалуйста. Несмотря на то, что «Картина X» вышла не так давно и пока еще сыровата, техподдержка оперативно решает все вопросы и с каждой новой прошивкой приставка работает все лучше и лучше. Были проблемы и с Dash, и со звуком AC3, и с питанием, и с авточастотой кадров, но сейчас все эти проблемы решены. Стоит «Картина X» 50 евро. Если вы обладатель приставки «Картина Кватора», то покупать новую приставку имеет смысл, если у вас есть 4К-телевизор. Кстати, в сочетании с годовой подпиской приставка может стать отличным подарком на Новый год. И на этой оптимистичной ноте я заканчиваю подробный обзор новой приставки «Картина X». Добавлю, что благодаря сервису «Картина ТВ» вы можете смотреть любимые телеканалы в любой точке мира. Не нужно дожидаться любимой передачи, можно смотреть ее в любое время и в любом месте. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. С вами был Дмитрий Калинин. До новых встреч, друзья!